Осень 1941 года. Ленинград. Музей артиллерии. Здесь открылась выставка трофейного немецкого оружия. Манекены из папье-маше демонстрируют пулеметы, винтовки и автоматы германской армии. Защитники Ленинграда с интересом осматривают экспонаты. Как вооружен враг? С чем придется столкнуться в бою? Эти кадры мы сняли там же, в артиллерийском музее Санкт-Петербурга, спустя 70 лет, в 2011 году. В одном из залов действует отдельная экспозиция, посвященная оружию Второй мировой. В фондах музея хранится, пожалуй, самая обширная коллекция стрелкового оружия в России. Здесь мы смогли снять все самые известные и наиболее характерные образцы оружия Второй мировой войны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В своем рассказе мы не ограничимся только созерцанием музейных экспозиции. Субтитры создавал DimaTorzok С помощью сотрудников НПО «Спецтехника и связь» МВД России мы проверим оружие в действии. Посмотрим, что на деле представляют собой русская трехлинейная винтовка и немецкий карабин Mauser 98K. Увидим, на что способны лучшие пистолеты Второй мировой. Сравним самые известные пистолеты-пулеметы. Наши эксперты прокомментируют уникальные кадры работы легендарного оружия. Впрочем, обо всем по порядку. Стрелковое оружие является самым массовым во всех армиях мира. Танки, авиация, флот – все они по большому счету готовят плацдарм для боя, в котором последнее слово остается за пехотой. Чем вооружались пехотинцы основных стран-участниц Второй мировой? Как и в Первую мировую, их основным оружием оставалась винтовка. В Советском Союзе в 1930 году на вооружение была принята 7,62-мм винтовка образца 891-го и дробь 30-го года. Знаменитая Мосинка в ее драгунском варианте. В германской армии в 30-х годах на вооружение было принят карабин 98К. Это основное оружие пехоты вермахта. В армии Соединенных Штатов Америки это была винтовка «Спринфилд» образца 1903-го года. В армии Великобритании был создан укороченный вариант магазинной винтовки «Ли Энфильд». Все эти винтовки, по сути, пришли из Первой мировой, не претерпев существенных изменений. Конечно же, во всех странах шла работа над новыми образцами стрелкового вооружения, но почти вся первая половина 20-го века стала эпохой господства винтовок на поле боя. Одной из самых известных и распространенных стала русская трехлинейная винтовка «Мосин». Трехлинейная винтовка образца 1891-30-го годов. Патрон 7,62х54. Масса со штыком без патронов 4,5 килограмма. Длина со штыком 1660 миллиметров. Емкость магазина 5 патронов. Начальная скорость пули 865 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 2 тысячи метров. В первые же дни Великой Отечественной войны десятки и сотни тысяч добровольцев были готовы встать на защиту Родины. Многие бойцы народного ополчения получали трехлинейку – простое и надежное оружие. Для стрельбы из винтовки использовался трехлинейный патрон образца 1908-го года с легкой пулей. Заряжание винтовки слилось с помощью атакой обоймы. При этом обойма вставлялась в ствольную коробку. Патроны выдавливались в магазин. При этом четыре патрона оказывалось в магазине. А пятый патрон при закрывании затвора досылался в ствол. Винтовка комплектовалась штатным четырехгранным штыком, который использовался еще в русской армии. Мосинка стала одной из самых массовых магазинных винтовок в мире. Всего с 1891 года до победного 45-го выпустили около 26 миллионов трехлинеек. Причем около 12 миллионов за годы Великой Отечественной войны. Производились винтовки на Ижевском машиностроительном и Тульском оружейном заводах. Получай винтовку, боец! Русскую, трехлинейную, надежную, со штыком граненым, с ложем золотистым, с точным и смертным боем. Бою не откажет, беде не подведет. Допуски при изготовлении деталей винтовки были довольно велики. Благодаря этому трехлинейка могла выдерживать самые суровые условия эксплуатации и прощала владельцу небрежный уход. До поры до времени. Фу, что в тебе! Винтовка была проста в обращении. Пользоваться трехлинейкой можно было научить любого бойца. На основе трехлинейной винтовки была создана и ее укороченная версия – карабин. Он в первую очередь использовался в артиллерии, инженерных войсках и в кавалерии. Там, где большая длина винтовки становилась неудобной. Итак, русская трехлинейная винтовка была основным оружием Красной Армии. А чем воевали немецкие солдаты? В 1935 году на вооружении вермахта был принят новый универсальный образец пехотного оружия – карабин Маузер 98К. Это оружие создано на базе винтовки Маузер 98, широко применявшейся в Первой мировой войне. Винтовка Маузер Геверт 98. Патрон. 7,92 на 57. Маузер. Длина со штыком – 1500 миллиметров. Масса без штыка – 4 килограмма 100 граммов. Емкость с магазина – 5 патронов. Начальная скорость пули – 890 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы – 2000 метров. Песня! Ла-ла-ла-ла! В советских художественных фильмах классический образ гитлеровца, как правило, неотделим от пистолета-пулемета МП-40. Однако на кадрах кинохроники видно, что большинство немецких солдат вооружены именно винтовкой Маузер 98 или карабином 98К. Литера «К» в названии не от слова «карабин», а от немецкого слова «курц» – короткий. Маузер 98К на 140 миллиметров короче винтовки. Но, несмотря на это, по длине Маузер 98К сопоставим с русской трехлинейкой. Маузер 98К – это наиболее массовое оружие Вермахта во время Второй мировой войны. От винтовки он включался меньшей длиной, изменением подвергся прицел. Для стрельбы из карабина использовались штатные винтовочные патроны калибра 7,92 на 57. Заряжание их осуществлялось с помощью обоймы. При этом магазин вмещал 5 патронов, при этом все 5 патронов находились в магазине в шахматном порядке. Поэтому, в отличие от трехлинейной винтовки, магазин не выступал за пределы цевья. Вопреки схожему мнению, созданному советским кинематографом, не пистолет-пулемет, а карабин был основным индивидуальным оружием немецкого солдата во Второй мировой. По некоторым данным, за 10 лет, с 1935 по 1945, было выпущено около 11,5 миллионов карабинов 98К. Затвор винтовки «Маузер» стал основой для создания многих магазинных винтовок в различных странах мира. Одной из них стала американская винтовка «Спринцфилд» 1903 года, и карабин, созданный на ее базе. Так и всякий карабин, он имеет короткий ствол, но рамочный прицел от винтовки «Спринцфилд». Характерные черты затвора «Маузера» хорошо видны. Отогнутая вниз рукоятка и флажковый предохранитель на курке. Конструкция затвора защищена патентом. Из-за использования немецкой разработки американцы заплатили приличное вознаграждение. Для стрельбы из винтовки используются патроны «Спринцфилд-30-06». В США принято такое обозначение патронов. Точка 30 — это 0,3 дюйма. В метрической системе 7,62 миллиметра. 0-6 — год принятия на вооружение — 1906. Не обошлось без немецкого влияния и здесь. По сути, патрон «Спринцфилд» — вариант винтовочного патрона «Маузера». Основу вооружения английской армии составил укороченный вариант винтовки «Ли-Энфильд». Винтовка имела диоптрийный прицел с двумя положениями на 300 и на 600 метров. Отъемный 10-зарядный магазин, который можно было снарядить вручную, либо с помощью обоймы на 5 патронов. Для этого было необходимо вставить обойму в ствольную коробку, выдавить патроны в магазин и стрелять. Предоходитель винтовки находился слева. В положении назад винтовка стояла на предохранителе. При положении вперед, возможно, стрельба. Именно эта винтовка стала основным оружием английской и канадской пехоты в годы Второй мировой. Итак, мы познакомились с четырьмя основными магазинными винтовками Второй мировой. Это английская «Ли-Энфилд». Американская винтовка «Спрингфилд» модель 1903 года. Русская трехлинейная винтовка. И немецкий «Маузер-98К». Сейчас у нас есть возможность сравнить двух основных противников Второй мировой войны. Основное оружие немецкой армии «Рабин Маузер-98К» и трехлинейная винтовка образца 1891-го до 1930-го года. Прежде чем сравнивать две самых массовых винтовки Второй мировой, рассмотрим патроны к ним. Именно патрон определяет главные боевые свойства оружия. Калибр отечественного винтовочного патрона 7,62 мм. Немецкий винтовочный патрон «Маузер» имеет калибр 7,92 мм. Фактически разница ничтожна. Немецкий винтовочный патрон мощнее отечественного, но ненамного. Более существенное внешнее отличие этих патронов в конструкции гильзы. Русский винтовочный патрон имеет закраину. У немецкого патрона на гильзе сделана кольцевая проточка. Многие эксперты считают закраину неудобной с конструктивной точки зрения. Она усложняет проектирование автоматического оружия. На это можно возразить, что под отечественный винтовочный патрон с закраиной создан целый ряд очень удачных образцов оружия, например, ручной пулемет ДП-27. Но вернемся к винтовкам. Сначала оценим их, сделав по пять выстрелов из каждой. Основное оружие германской армии. Именно с ним Германия начинала Вторую мировую войну. Емкость магазина пять патрон. Снаряжались они одной обоймой. Утапливались в магазин. Магазин двухрядный. Очень интересная конструкция предохранителя у винтовки Маузера. Флажок встает вверх и перекрывает линию прицела. Для того, чтобы начать введение огня, достаточно убрать флажок в сторону и начинать вести огонь. Карабин Маузера известная вещь. Флажок надежный. Он немножко тяжелее трехлинейной винтовки. Чуть-чуть помощнее патрон, но стрелять из него комфортно. Оружие неплохое. А теперь русская трехлинейная винтовка образца 1891-30-го годов. Трехлинейная винтовка заряжается точно так же, как и карабин Маузера. Сверху обоймой засылается. Единственный предохранитель здесь не такой удобный, как у Маузера. Достаточно непростой. Не так уж легко им пользоваться в холодных условиях, в перчатках, в рукавицах. Сверху обоймой засылается. Ну, по отдаче, если сравнивать с винтовкой, с карабином Маузера, практически разницы никакой. Ну и по качеству огня. В принципе, они похожи винтовке. Перезарядка такая же удобная. Трудно сказать, кто из них лучше, кто хуже. К очевидным преимуществам винтовки Маузер можно отнести конструкцию предохранителя. Пользоваться им удобно. Во включенном положении флажок перекрывает прицельную линию и наглядно показывает, что стрельба невозможна. Для того, чтобы уберечь трехлинейку от случайного выстрела, придется приложить ощутимые усилия. А поставить ее на предохранитель в перчатках или рукавицах и вовсе не удастся. Но винтовка Мосина была проще в производстве. Она мало чувствительна к загрязнению подвижных частей. Трехлинейка не зря заслужила репутацию надежной и мощной винтовки. В альбоме по конструкции патронов, изданному в 1946 году, приводятся некоторые интересные данные о пробивном действии пули винтовочного патрона. Например, там указано, что из трехлинейки можно пробить хворост толщиной полтора метра или утрамбованный снег толщиной три с половиной метра. Не поздоровится врагу, укрывшемуся за соломенным препятствием толщиной четыре с половиной метра. Не спасут от пули и мешки с песком толщиной 70 сантиметров или глиняный бруствер в метр толщиной. А вот при попадании в воду на глубине 80 сантиметров пуля полностью безопасна. Такого богатого арсенала препятствий в нашем распоряжении нет. Для того, чтобы сравнить русскую и немецкую винтовку по пробивному действию пули, мы используем другой объект. Стрелять будем по деревянному чурбану, который установлен на 10 метрах. Стрельбу будем осуществлять перенкнутым штыком, поскольку оружие приводилось к нормальному бою именно со штыком. Если стрелять без штыка, пули в одну сторону. Это касалось только трехлинейки. Штык у нее примыкается справа от ствола. Вот что происходит при выстреле. Пулю, вылетающую из канала ствола, опережают пороховые газы. Они частично отражаются от штыка, и под их влиянием пуля отклоняется влево. Именно поэтому трехлинейка приводилась к нормальному бою с примкнутым штыком. Проверим результат. Ну что, пробоина есть. Насколько она глубоко ушла, сказать трудно. А есть ли сквозное пробитие? Нет, сквозного пробития нет. По всей видимости, пуля пошла по дуге и застряла где-то в этом чурбане. Попадание есть. Шомпол не идет. Посмотрим контрольный экран. Чистый. Пробития нет. Ну, пробить такой чурбан в 40 сантиметров действительно большая проблема. И трехлинейная винтовка, и немецкая Маузер 98К показали одинаковый результат. То же самое было бы у американского Спрингфилда и у английской винтовки Ли Энфилд. Все эти винтовки и карабины различны по конструкции. Для стрельбы из них используются разные по мощности винтовочные патроны. Однако по боевым свойствам это примерно равноценное оружие. И все оно имеет один главный недостаток. Ручное перезаряжание, которое не позволяет иметь высокую боевую скорострельность. Чем быстрее стреляешь, тем выше вероятность поразить цель и остаться в живых самому. Ручное перезаряжание стрелять быстрее не позволит. Нужна автоматика. Вы видите стрельбу из магазина и винтовки в среднем темпе. А теперь оцените боевую скорострельность самозарядной винтовки. Это СВТ-40. Ее считают одной из лучших самозарядных винтовок Второй мировой. Самозарядная винтовка Токарева СВТ-40. Патрон 7,62х54. Длина со штыком 1465 мм. Масса со штыком без патронов 4,3 кг. Емкость магазина 10 патронов. Начальная скорость пули 840 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 1500 метров. Надежная, хорошая винтовка. Зарекомендовала во время войны себя с очень хорошей стороны. Была желанным трофеем германской армии. Емкость магазина 10 патронов. Она легко снаряжалась. Стрелять из нее было комфортно. Единственное, что винтовка эта требовала внимательного ухода за собой. В отличие от трех линейки, которая, по большому счету, серьезного ухода за собой не требовала. Нет, не разучились держать винтовку старые красногвардейцы и партизаны. Снова готовы бить врага. Бойцам, непривыкшим как следует чистить свое оружие, СВТ отвечало осечками и задержками при стрельбе. Только и оставалось полагаться на штык. А те, кто тщательно следил за чистотой, считали СВТ прекрасным, безотказным оружием. Хорошая комфортная отдача, удобные прицельные приспособления, отличная винтовка. Стрельбу из СВТ-40 мы снимали и на специальную камеру. Она делает 2000 кадров в секунду и позволяет замедлить происходящее в 80 раз. Ну, стрелять из нее очень душевно. Это не трехлинейка и не маузер. Правильно, автоматика взяла на себя энергию отдачи. Самую неприятную часть, да. Ох и пламя, значит... Слушай, а что-то я не пойму, это воздух так вот так? Или ствол так изогнулся? Ну, не может такого быть. Хорошо было... Ствол гнется. Да ладно. Гнется ствол. Колебание ствола, оно присутствует. Никакого оптического обмана или чего-то подобного здесь нет. При выстреле длинный ствол винтовки испытывает огромные нагрузки. При этом он совершает колебания, подобных лысту. Это хорошо видно при замедленной съемке. Такие колебания неизбежны практически для любого длинноствольного оружия. А на этом кадре видно, как с помощью толкателя открывается затвор и происходит перезаряжание оружия. В магазинных винтовках это приходилось делать вручную. Создавались самозарядные винтовки в фашистской Германии. Однако более-менее работоспособные образцы такого оружия удалось создать только к 1941 году. Здесь представлена винтовка фирмы Маузер Г-41 и фирмы Вальтер, также названная Г-41. Стоит отметить, что автоматика обоих винтовок была достаточно ненадежной. Длинный ход подвижных частей, большое трение приводило к тому, что в условиях жесткой эксплуатации, в пыли, при низких температурах оружие практически отказывало. Именно поэтому немецкие солдаты пользовались трофейными винтовками СВТ-38 и СВТ-40 и высоко оценили их. Солдатам вермахта в первые дни войны с Советским Союзом удалось захватить большое количество СВТ. Немецкие конструкторы тщательно изучали трофеи и делали выводы. Винтовка Вальтера Г-41 была модернизирована и только в 43-м году немцам удалось создать более-менее рабочий вариант самозарядного оружия. Это Г-43, самозарядная винтовка фирмы Вальтер. У нее 10-ти зарядный магазин и газоотводная система автоматики, такая же, как у советской СВТ-40. Еще одной немецкой автоматической винтовкой под винтовочный патрон стала ФГ-42. История создания интересна тем, что работы над ней начались еще в 41-м году по заказу ВВС. Винтовка предназначалась для вооружения десантников. Во время десантирования солдат мог иметь при себе только пистолет, оружие ближнего боя. Остальное вооружение и боеприпасы сбрасывали в отдельных контейнерах, которые десантникам еще предстояло отыскать после приземления. Немецким парашютистам нужно было одновременно легкое и мощное автоматическое оружие, достаточно компактное для крепления в подвесной системе парашюта. Им и стала винтовка ФГ-42. Это сокращение от Фальшерм и Егергивер, что переводится как винтовка парашютистов и Егерей. Винтовка имеет газотводную систему автоматики с газовым регулятором. Сошка при стрельбе с руки складывалась и превращалась практически в цевьё. Питание патронами осуществлялось из отъемного 10 или 20 зарядного магазина, который крепился сбоку. В походе, во избежание попадания в винтовку пыли и грязи, окно закрывалось специальными створками. Винтовка имела оригинальной конструкцией штык. Вот этот штык. Сложно сказать, насколько такой штык мог быть эффективен. Однако автоматическая винтовка ФГ-42 в целом стала довольно неординарным оружием и по конструкции, и по боевым возможностям. Из неё можно было вести одиночный огонь или прицельно стрелять очередями, используя сошку. ФГ-42 получилась довольно компактной и лёгкой. Но в ходе военных действий вермахта эта винтовка играла эпизодические роли. ФГ-42 применялась только в спецоперациях. В деле создания самозарядных винтовок не отставали и американцы. В 1937 году на вооружение армии США поступила М1 Гарант. Самозарядная винтовка М1 Гарант. Патрон 3006 Спрингфильд. Длина со штыком М1 1354 миллиметра. Масса со штыком без патронов 4 килограмма 820 граммов. Ёмкость магазина 8 патронов. Начальная скорость пули 855 метров в секунду. Дальность прицельной стрельбы 1097 метров. Питание патронов осуществлялось с помощью вот такой пачки. Пачка с 8 патронами переносилась в патронташи и вставлялась целиком в магазин. Отличие пачки от обоймы заключается в следующем. Пачка является составной частью магазина и без этой пачки магазин работать не будет. По израсходованию последнего патрона в магазине пачка вылетает из винтовки со звоном, что в общем-то и предупреждало как солдата, так и солдата противника о том, что патроны закончились. Винтовка М1 Гарант стала первой в мире самозарядной винтовкой, принятой на вооружение в качестве основного оружия пехоты. Она служила войскам США, во Второй мировой и в Корее. Фактически только двум странам Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу удалось наладить массовое производство самозарядных винтовок во время Второй мировой войны. Это американская винтовка М1 Гарант и советская самозарядная винтовка СВТ-40. Но все же винтовочный патрон для индивидуального автоматического оружия был слишком мощным. Пистолетный патрон позволял создать компактное и легкое оружие, но не обеспечивал необходимую дальность поражения. Эту дилемму первыми решили в Германии, разработав новый промежуточный патрон. Он являлся разумным компромиссом между пистолетным и винтовочным патроном. Немецкий промежуточный патрон получил обозначение 7,92 на 33 миллиметра Курц. Именно под этот патрон и была создана первая в мире штурмовая винтовка. Штурмовая винтовка Штурмгивер 44. Патрон 7,92 на 33 Курц. Масса без патронов 4,6 кг длина 940 миллиметров емкость магазина 30 патронов начальная скорость пули 694 метров в секунду дальность прицельной стрельбы 600 метров. Фактически штурм Гивер стал представителем принципиально нового типа стрелкового оружия. На Западе оно получило название штурмовой винтовки. В Советском Союзе такое оружие называют автоматом. Штурмгивер объединил достоинства винтовки и пистолета пулемета. Он обеспечивал дальность стрельбы порядка 500-600 метров, то есть такую же, на которой в основном применялись винтовки. И вместе с тем штурмгивер, как и пистолет-пулемет, обладал высокой боевой скорострельностью, что обеспечивало высокую плотность огня на ближних дистанциях. В НПО спецтехника и связь при МВД России мы смогли снять штурмгивер в боевом состоянии. Кстати, сейчас посмотрим, как тут написано на клейме. А тут, ага, ну это СТГ-44, 44-й год. Ха, кстати, интересные вещи. Стой, подожди, выключи кайф. Свет, свет, вот оно, МП-43, но выпущенный в 44-м году. В принципе, это уже СТГ-44, в принципе. Этот автомат несколько раз менял название. Гитлер был категорически против создания во время войны оружия под новый патрон. Все разработки штурмгивера велись в тайне от фюрера. В документах этот образец проходил, как пистолет-пулемет и назывался МП-43. Такая маскировка позволила отработать оружие и в конечном итоге поставить на фронт в больших количествах эти образцы. Оружие получило высокую оценку различных родов войск и только тогда Гитлер согласился с необходимостью внедрения этого оружия в войска. В 44-м году оружие получило окончательное название штурмгивер. Считается, что это слово придумал сам Гитлер в качестве звучного имени для поднятия духа солдат вермахта. Да, не каждому доведется увидеть работу всей автоматики. Слушай, ну, по-своему, он мощный, поэтому, в общем-то, смотри, ни дульного пламени, ни газов такого количества, как на других образцах, ничего. И стрелять из него так за счет большой массы сделать из него хорошо. Носить его наверняка будет не очень хорошо. Ну да, опять же, большая масса и не очень мощный патрон дает опять устойчивость. Да. Безусловно, появление штурм Гивера стало важным этапом в эволюции стрелкового оружия. Первые экземпляры штурмовых винтовок, захваченные у немцев, тщательно изучались в СССР. Очень интересным для военных оказался и этот образец американского оружия самозарядный карабин М1 Карбайн. М1 Карбайн появился в армии США в 41-м году и быстро завоевал популярность. За некоторое внешнее сходство с винтовкой М1 Гарант карабин получил прозвище Бэйби Гарант. Он был создан под увеличенный револьверный патрон. Американцы тоже понимали, что для автоматических винтовок мощность винтовочного патрона избыточна. Два этих образца американский М1 Карбайн и немецкий Штурм Гивер и послужили предметом пристального изучения в СССР. Результатом анализа стало принятие решения о разработке нового промежуточного патрона и оружия под него. Работы начались в 43-м. Их итогом стал автомат Калашникова. Итак, мы познакомились с основными образцами винтовок Советского Союза, Германии, Англии и США. В следующей серии мы расскажем о пистолетах Второй мировой, советском ТТ, американском Кольте модели 1911 года, о знаменитом немецком Парабеллуме и о других образцах этого вида оружия. Мы сравним их и выясним, какой из пистолетов окажется самым мощным. Познакомимся и с пистолетами-пулеметами и посмотрим на них в действии. Особое внимание мы уделим пистолету-пулемету Шпагина и немецкому МП-40, пожалуй, самым знаменитым образцам стрелкового оружия Второй мировой войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова